Смотри, еще я не буду сейчас, ну я позже разложу, но смотри, я спросила, что сейчас происходит у смечей, прояснение и отсечение. Может это вот именно то, что мы сейчас делаем с каррией, с порбами, потому что не вышел суд. Я думаю, суд покажет, но суд может быть, но старшие арканы по суду не вышли. Что предшествовало восьмерка жезлов, начало, объявление начало, это начало церемонии. В данный момент происходит дьявол, а это зависимости, созависимости, слабости, которые надо отсечь. Но Куру-Кула, которую мы звали, я уже смотрю именно по божествам, что тут происходит, по энергиям. Сейчас работа вот с этими мощными энергиями идет, там как раз Куру-Кула шла. В итоге Королева мечей, то есть будет, я потом ситуативно, где что с ребенком, я это чуть позже посмотрю. Но появляется зеленая тара, она обычно, это помощь и поддержка во всем. К ней обращаются матери. На вопрос, чем это все закончилось? А, на дне были отшельник. Где он тут? Вот, отшельник, переосмысление как минимум, под которым иллюзии, семерка чаш, потом, что у нас тут был, император, вопросы отцовства и король жезлов. Нет, вопросы отцовства, вопросы вот эти, тут, по-моему, исцеляющие были? Нет, вы же с этого. Вопросы будет решать мужчина. Что-то будет тут с мужским, с отцовством, скорее всего. Или поручительство, или что-то с отцовским родом. Королева мечей, как уходящая энергия, или осознающая, опытная. И король жезлов, император. В общем, я сейчас посмотрю, я просто спрашиваю, что происходит. А, тут, кстати, действующие лица могут быть, двое мужчин, я не знаю, кто у вас там в суде. И королева мечей. Продолжение следует...